всем привет друзья добро пожаловать на канал гонзик тв сегодня я вам расскажу где найти остальные 5 конфет в игре build a boat for treasure кто не видел первую часть ссылочку на видео я оставлю здесь сверху и сегодня я буду проходить уже вторую часть это более сложная часть и расскажу вам где найти оставшиеся 5 кладов это будет очень сложно ребята мне вчера подсказали где их найти если вы уже нашли оставшиеся сокровища напишите в комментариях нашли вы их сами или вам тоже подсказали и так ребятки давайте для начала немножко подготовимся мне нужно будет взять jetpack чтобы быстренько перемещаться по локации и вот эту конфетку она придаст не ускорение так отлично теперь я полностью готова открываем карту и смотрим нам нужно найти строение в виде волка и чтобы здесь было три елочки именно такую комбинацию нам нужно найти я думаю вот здесь более менее похоже давайте посмотрим здесь есть волк статуя и есть елочки так посмотрим похоже или нет нет пол должен смотреть в эту сторону тогда вот здесь где-то нам нужно будет копать давайте попробуем где-то в этом месте должна быть спрятана наша награда по крайней мере по карте очень похоже что здесь должна быть спрятана наша очередная конфетка вот он волк вот он 2 елочки и 1 елочка нам чуть с этой стороны наверное все таки это не здесь но именно так должна выглядеть карта что ж попробуем еще раз нет значит движемся дальше вот еще одна похожая на карту фигурка но по моему елочки здесь расположены немножко не так значит давайте посмотрим на том берегу сейчас я приземлюсь и присмотримся уберу карту вот такой же волк и две елочки давайте перейдем на ту сторону и попробуем покопать там так отлично я долетела включая опять карту и сравниваем мордочка волка две елочки и елочка должна быть здесь но по-другому никак ладно давайте попробуем покопать может быть нам все-таки повезет потому что других вариантов по моему здесь больше нету да отлично нашли 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 и теперь нам нужно найти елочку которая стоит на возвышенности и рядом еще одна возвышенность и елочка по-моему это где-то в той стороне да вот эта часть очень похожа возле водопада смотрите елочка на возвышенности и еще одна елочка на возвышенности значит нам надо копать где-то там возле вот этого водопада сейчас я туда доберусь и мы с вами попробуем покопать но это еще не самое сложное самое сложное найти остальные три звездочки как выяснилось клады находятся уже не на начальной локации а в других картах я бы до этого никогда не догадалась две звездочки вот 3 4 находится вообще в другом месте другой локации я вам сейчас все расскажу давайте сначала попробуем откопать здесь если мне память не изменяет именно здесь расположен наш клад давайте покопаем можно пока сравнить да точно вот она синие конфетки нам попались и теперь нам нужно найти вот эту часть вот эта часть была самая сложная ребята я сразу отправлюсь в ту локацию где находится именно это место и расскажу где находится этот клад и чтобы не затягивать видео я сразу добралась до нужной локации ребята представляете следующий клад который мы будем искать находится вот здесь на самой последней финишной локации и теперь нам нужно сравнить с картой и найти вот этот силуэт и знаете где это это вот здесь смотрите вот это озеро точь-в-точь повторяет этот силуэт а вот это место это вот этот маленький островочек именно здесь мы будем сейчас копать так пробуем да отлично мы нашли еще одну конфетку и следующие локации где нам нужно будет искать наш четвертый клад состоит из вот таких вот плиточек и я тоже знаю где она находится и сейчас я туда сразу уже перемещусь и буду снимать уже там чтобы вам было не скучно смотреть моё видео и так ребята я добралась до пункта назначения я нахожусь в той локации где находится четвертый клад который мы должны найти эта локация где стоят рыцари да друзья именно здесь мы будем искать наш следующий четвертый клад и как мы видим он находится на плиточке которая находится в углу и рядом есть зеленый кустик или вот такие зеленые шарики и судя по всему это вот эта плитка она даже лежит немножко криво давайте попробуем покопаем по идее должен здесь быть да отлично мы нашли еще пять розовых конфет и у нас осталась еще одна звездочка и нам нужно найти вот такой вот квадрат в котором расположены еще один квадрат и здесь стоит крест именно там находится этот клад и если вы уже проходили битву с боссом то вы определенно сразу догадаетесь где находится это место именно туда я сейчас и отправлюсь итак друзья смотрим нам нужно найти вот такой квадратный силуэт и здесь если зайти за водопад по пути к боссу как раз есть такие плиточки смотрите вот они эти плиточки такой ромбик в ромбике или квадратик в квадратике смотря с какой странный посмотреть итак где-то из этих квадратиков должен быть спрятан наш клад ну давайте начнем отсюда возможно нам повезет да отлично смотрите мы нашли голубые конфетки но это еще не все смотрите у нас заполнились все пять звездочек но появилась еще одна карта и это самая сложная карта я бы ее сама никогда не нашла сейчас я вам расскажу где находится это место и покажу как туда добраться итак ребята я нахожусь на белой базе именно здесь неподалеку находится наша последняя загадка последнее место где мы найдем нашим последнюю конфетку для этого нам нужно будет вылететь за край карты я не знаю вообще кто догадался здесь искать или кому-то подсказал сам разработчик но я бы никогда в жизни не догадалась что нужно искать вот здесь на вот этих треугольничках и кстати довольно много по всей карте но искать надо именно здесь возле белой базы и так давайте попробуем и да отлично мы нашли последние пять конфет и у нас появляется надпись complete и это значит что мы полностью прошли это испытание и прошли этот квест при этом мы накопали довольно много разных конфет и сейчас я предлагаю посмотреть что же эти конфеты нам дают итак смотрим у нас есть голубые конфеты фиолетовые такие вот розовые красные и желтые многие конфеты у меня еще остались с прошлого года могу сказать сразу синяя конфетка дает уменьшение розовая конфетка подает вам ускорение а вот красная конфетка я не знаю что делает давайте попробуем ого а красная конфета увеличивает в размере а синяя наоборот уменьшает я стала совсем малюсенькой так прикольно желтенькая по моему дает нам возможность высоко прыгать да опа так ну и эта конфетка честно говоря не знаю что дает но очень хорошо что она есть в любом случае она пригодится ее можно использовать для украшения или еще для чего-то ребята если вы знаете для чего нужна эта бордовая конфетка напишите в комментариях но принципе на этом у меня все еще есть секретики как найти драконь и гарпуны об этом у меня есть отдельное видео ссылочку я вам оставлю здесь сверху она сегодня у меня все ребята мне будет очень приятно если вы подпишитесь на мой канал поделитесь этим видео со своими друзьями и поставите лайк спасибо всем за просмотр и пока пока